Страха, да, насильственного принуждения. Вот, допустим, сейчас у Котлерова Дедосит канал, да, тоже возникает побуждение к страху, да, возникает побуждение к какому-то насилию, которое невозможно, ну, когда, допустим, человек обик, он не может ничем ответить, да, вот это что-то, ну, образно говоря, похожее. Но если уйти более высокий уровень энергетик, как, образно говоря, утрированно передвинуться в более высокую чакру, то совершенно по-другому это все воспринимается. Это воспринимается как победа, это этот уровень действий, когда твой канал блокирует, он воспринимается как то, что ты для кого-то, для тех, которые ты был дурачком, для тех, которые ты был сумасшедшим, да, для тех, которым ты был, тем, кто несет какую-то ахинею, чушь, снизошли до такого уровня своих действий, что они уделяют очень много внимания своим действиям, да, своим энергетическим потенциалам, возможности, что сидят круглыми сутками, да, и начинают программы специальные открывать, начинают вести какую-то противопоставительную деятельность. Почему они ведут? Потому что они сами не находятся под своим контролем. Не знаю, зачем начинать эти войны все блогерские и всякие хакерские, но, видимо, это единственное, в чем может человек блеснуть, и единственное, на что он рассчитывает, чтобы свое чувство важности как-то поднять в своих собственных глазах, я так понимаю, в первую очередь. Поэтому глобального здесь положительного ничего не будет. И только ради своего эго совершать такие поступки – это пустая трата времени, и кармическая еще добавочная. Поэтому как карма выводит в огне. Созидать и творить – это вот главная магия. Ну да, разрушение всегда проще, намного сложнее созидать. Знаете, им дали элементы магии, они эту магию сейчас используют не для созидания, а для разрушения. Вот я хотел немножко поддержать Дмитрия. Вот эта тема мне насчет камня и производства из камня мне как-то понравилась. И я сейчас собираюсь сделать опыт. Извиняюсь, Денис, я вижу букву «Д», поэтому подзабыл немножко. И это самое, ну тот рецепт камня, который есть в эфире от одного итальянца и от, так сказать, старинных мастеров, из-за чего там Петровского времени, не знаю какого. В общем, хочу сделать это. Там у меня пепла много, там пепел нужен. И гашеная известь, речной песок, ну там есть компоненты. Хочу сделать это. Получится? Получится. Знаешь, мне интересно просто составляющая опыта что-то произвести. Даже если получится, то хочу сделать такую какую-то печь, каменную печь вот во дворе с крышечкой, засунуть туда поросеночка или еще что-нибудь. И хотелось бы, ну, небольшой совет дать Денису, что сильно не расстраивался, потому что живем в такое время, что каждый может быть подвергнут информационным атакам, там, правдам, неправдам. Вот. Все это надо, я думаю, что правильно сказал Сантьяго, надо созидать. Мне так кажется. Ну, так правильнее, мне кажется. Спокойно созидать. Вот. И если что-то, конечно, если что-то вредит, вот тут уже, конечно. Ну, а для чего могут вредить? Для того, чтобы вот одна часть верит в людей, другая часть людей не верит, а давай-ка стол к нему. Я так думаю. Передаю слово. Тут даже не то, что созидать. Тут вот у нас у всех есть справедливость, радование, сочувствие. Это то, что в языковой форме, да, определение. Но люди, человеки, они понимают, про что это вообще идет речь, когда говорится про чувство добра. То есть ты, когда что-то хорошее делаешь, тебе чувственно, энергетически дается очень большой энергетический потенциал. Тебе становится хорошо, тебе становится тепло. Тут не чисто для личности, для себя созидать, да, для своих каких-то эгоцентрических целей, а созидать для того, чтобы вот это вот добродушие, вот это сорадование, сочувствие, да, что милосердие, оно все распространялось. И это приведет к чему? Процветанию. Процветанию как самого себя, как личность, да, может даже с каких-то эгоцентрических целей, так и всего общества. Но внешние силы, которые управляют нашим обществом, они пытаются сделать все, чтобы противостоять этому. Им не выгодно наше процветание, им не выгодно наше развитие нашего здравомысля, не выгодно расширение нашего сознания, им выгодно утрирование всяких идиом, да, каких-то низких чакр, да. Вот человек живет, как у него есть какой-то энергетический потенциал, какие-то стимуляции, да, энергетической деятельности. Он встает на работу не потому, что ему там надо идти, а потому что все зависит от его стимуляции, да, в какой чакре находится его стимуляция. Если у чакры низкие стимуляции, из-за того, что он встает на работу, он встает на работу только из-за того, что это вызывает у него страх, да. Как он так потеряет работу? То есть, чакры, я грубо, утрированно это все сейчас говорю, вызывают чакры страха. Это не самые низкие чакры. Если он встает работу для того, чтобы оказать содействие своей семье, для того, чтобы жить, для того, чтобы у него все было хорошо. Это уже среднего уровня чакры. То есть, я сейчас образно буду говорить, утрированно. Если он встает на работу для того, чтобы развиваться, для того, чтобы его жизнедеятельность имела возможность к процветанию, уже это высокий уровень чакры. Идиома, она, конечно, утрированная, но она дает такие более-менее наглядные представления. Нас же всегда система внешняя постарается возвести в уровень страха. Страха принуждения. Когда мы идем в магазин, не можем что-либо позволить себе купить, а украсть нельзя. А грабить тоже нельзя. Почему? Потому что чакра страховая. Страх насильственного принуждения. И когда эта система действует в нашем мире, независимо от ментализорной системы, от СМИ, того бреда, что говорят про экономические системы власти, политические системы власти, устройство, политическое устройство мира, когда вот этот все, весь бред действует, на самом деле, они всего лишь на всего разделили на несколько уровней, точнее, не на несколько, а на много уровней чакр, низкоуровнях. И основную, вектор основной деятельности нашего сознания, они сконцентрировали в низкой уровне чакр. То есть, мы люди, мы думаем, когда приходим в магазин и не имеем возможность что-либо приобрести за деньги, мы думаем, что нами движет энергия чакр. Если это, скажем так, представьте, с прилавка что-нибудь взять, у всех возникает прежде всего эгрегор страха, что тебя сразу вызовут полицию, посадят, все прочее. И на этом вся система основана. При этом, те, кто пытаются преодолеть эти барьеры в низких уровнях энергии, то есть, их утрировали до узких энергетик, они из этих энергетиков против страха пытаются преодолеть его. И начинает грабить, начинает воровать. Что делает система? Система говорит, это преступники, они противопоставили себе закон. А закон это что? Это не справедливость, это не правило по справедливости, а правило по каким-то от пера прописанным нормативом и этикету, да, вот как правило справедливости подменили правило этикета. И весь вот этот вот шаблон, который они навязывают, они делают для того, для того, чтобы как можно больше снизить наш круг получения энергетики. Если мы находимся в низких чакрах, если над нами давлеет энергетика страха, над кем-либо, фобией какой-либо, то мы живем с низким уровнем энергетики. Мы не можем заниматься творчеством, рисовать, создавать музыку и все вот это прочее. Мы живем в таких энергетиках подавляющих, где мы можем только исходя из вот этого логики преодоления страха, либо противопоставлять себя, либо идти по ее течению, где в игре-реальном плане к нам подключаются какие-то определенные лявры, вот эти вот, приди на работу, накричи на какого-либо сотрудника, как просто многие люди даже сейчас продвигаются на работе только для того, чтобы иметь возможность в бессовестного как бы влияния на своих сотрудников, то есть крика всяких возможных, это приносит им удовольствие, но в то же время оно еще больше, во-первых, это кармический эффект создает, во-вторых, это еще больше их сужает в уровень вот этих низких чакр еще больше не дает возможности хоть как-либо даже на творческом потенциале посмотреть эгрегоры, которые на творческом потенциале идут к стимуляции энергетики, я, наверное, уже много сказал, передаю слово. Да, ты меня, честно говоря, расстроил, потому что, как говорится, давно я уехал с того мира и, честно говоря, не ожидал, что эта позиция сохраняется такая в жизни. Здесь как-то я приехал, здесь мне полегче, я выиграл свою вакансию, я титуляр и по закону у меня один путь только на пенсию, меня не могут уволить. Я могу болеть, могу годами болеть, могу там все что угодно, но я титуль, это если меня это только надо, как говорится, сократить вообще эту вакансию, что невозможно. Конечно, это безысходность, но это здесь вот говоря об Аргентине, здесь тоже было когда-то такое, но в свое время здесь очень сильно, как говорится, постарались профсоюзы и музыканты, профсоюзы музыкантов, здесь такие законы, что и не в России, не в Украине таких законов нет касательно музыкантов. Ну, а насчет развития культуры, я тебе скажу, что даже в самом рабском обществе были прекрасные музыканты, писатели, художники из крепостных, из что-то другое, тут я не думаю, что кто-то захотел раз и все, и творчество прикрыл. Это такое, мне кажется, что не очень здесь может действовать. Да, ну, передаю слово, конечно, расстроил. Смотрите, я не могу как-то, это, то, что я сейчас рассказывал, это вообще от меня никак не зависело. Я просто констатировал факт, как это происходит. Ничего хорошего в этом нет. Я не желаю, чтобы система была такая, как я ее описываю, да, вот как я сейчас ее описываю. Но она такая, есть по факту. В этом ничего хорошего абсолютно нет, да, меня это тоже расстраивает. Она не то, что это меня расстраивает, да, я делаю все, чтобы найти как другой вариант развития нашего общества, нашей системы, да, как возможность ее по-другому перенастроить, перепрограммировать, взломать даже какими-то хакерскими методами. но она сейчас такая, как я ее описывал. Не потому, что это как-то разделяется на страны, на страны это никак не разделяется. Это разделяется на те инструменты, механизмы воздействия на это, управление этой системой, воздействия на нее, которые имеются у той независимой третьей сторонней цивилизации, да, внешней силой, которая нами всеми управляет. Все, все, от стран, от каких-то других всяких факторов это не зависит, потому что вот эти вот все, весь вектор информационного сознания, где есть страны, где есть политическая система, президенты различные, они все заводятся из СМИ-шаблона, да, если говорить о том, что расстроил там я кого-то или не расстроил, да, то это все зависит именно от восприятия вот этой вот ментальности. Если вы живете в иллюзии, которая навязывает СМИ-шаблон, оно любое движение мысли логического развития, оно начинает вас вводить в систему угасания, да, что есть позитивная, да, вот позитивная оценка окружающего мира, я образно сейчас говорю, негативная оценка окружающего мира, но есть факт, если вы находите в низких уровнях энергетики, эти все оценки окружающего мира, они не будут не давать вам ничего, потому что на самом деле это все иллюзия, а в настоящем все зависит от того, какой творческий потенциал в вас имеется, какой потенциал имеется для того, чтобы преодолеть вот эти шаблоны сознания, навязываемые третьей системой, а эти шаблоны сознания навязываются с одной целью, чтобы утрировать, сократить, снизить, уровень вибраций, чтобы увести вас в низкие уровни чакры, она только одна система действует, и когда вот эта вся художественность, да, вот в школах музыки учат художественность, художественность, это если утрированно рассматривать, образно говоря, оно приводит к увеличению каких-то вибраций, увеличению, вот расширения сознания приводит, но если в действительности на это все посмотреть с точки зрения здравомыслия, логики, независимой от каких-то чувственных восприятий, плохо это или хорошо, да, то есть даже само восприятие плохо или хорошо, оно тоже утрированно в низкие уровни чакры переведено, люди, вот фанатизм в религиозной сфере из-за чего возникает, из-за того, что фанатики, они очень набожные, да, но они не понимают, что они находятся в низкие, что их уровень сознания спустили в низкий уровень чакр, и они из этих уровень чакры, несмотря на то, что делают все максимально для позитивного восприятия окружающего мира, восприятия Бога, да, они не понимают, что их настоящее физиологическое состояние, физиологическое состояние их энергетик, собственно, оно уходит в низкие шаблоны, страха, насильственного принуждения, вот, допустим, сейчас у Котлерова додосит канал, да, тоже возникает побуждение к страху, да, возникает побуждение к какому-то насилию, которое, которое невозможно, ну, когда, допустим, человек обик, он не может ничем ответить, да, вот это что-то, ну, образно говоря, похожее, но, если уйти более высокий уровень энергетик, образно говоря, утрированно, передвинуться в более высокую чакру, то, совершенно по-другому это все воспринимается, это воспринимается как победа, это, это, этот уровень действий, когда твой канал блокирует, он воспринимается как то, что ты для кого-то, для кого-то, для тех, которые ты был дурачком, для тех, которые ты был сумасшедшим, да, для тех, которым ты был тем, кто несет какую-то ахинею, чушь, снизошли до такого уровня своих действий, что они уделяют очень много внимания своим действиям, своим энергетическим потенциалам, возможности, что сидят круглыми сутками и начинают программы специальные открывать, начинают вести какую-то противопоставительную деятельность. Почему они ведут? Потому что они сами не находятся под своим контролем. Но уже это говорит о том, что если человек, представьте, я смотрел трансляцию, только началась трансляция, первые две минуты уже дизлайк поставил. То есть бот, который ставит дизлайк, он настолько энергетически зависим от трансляции Славы Котлеровой, что он первые две минуты трансляции заходит на нее и ждет, когда она начинается. Представляете, ждет, сидит, чтобы поставить дизлайк. Он настолько зависим от противопоставления вот этому всему движению. То есть у него настолько вот эта вот зависимость, что необходимо что-то либо делать, чтобы закрыть трансляцию, задедосить ее, что он уделяет огромное количество жизненных сил, энергетике. несмотря на то, что раньше он считал, что это все как что Слава Котлеров дурачок, ненормальный, сумасшедший, который херню обозревает, но в то же время он сместился в своей низкой чакре до такого уровня, что это возникло у него чувство фобии, чувство страха, что нужно во что бы то ни стало прекратить эту трансляцию. Понимаете, да, какой вот уровень? Если уровень, образно говоря, утрированная чакра повышается, то человек совершенно в своем эгоцентризме приходит на другие уровни восприятия миропредставления, то есть он не воспринимает мир на основе каких-то побуждений и страха, то есть побуждений вот как в школе нас унижает и всего прочего, что нас могут принизить, мы можем лишиться определенного уровня энергетики, природного уровня энергетики на основе социализации и прочего. То есть человек, повышая уровень чакры, он становится способен накачать даже грубых людей, которые утрированы, у которых уровень чакр снижен, он становится способен накачать их до более высоких энергетик, и так действует настоящая наша система, не ту, которую нам навязали, а вот та настоящая система, которая повышает уровень сознания, она действует так, что мы делимся друг с другом, мы передаем друг другу энергетики, да, вот в чакре анахата, в горловой чакре мы передаем друг другу энергетики, и чем больше мы передаем энергетики друг другу, тем больше мы получаем процветание своего собственного развития, так же делает и здравомыслие, так же делает любой развивающий канал, который не находится на уровне страха, насилия, принуждения, а который находится на уровне творческих каких-то потенциалов, и вот это вот все вот подытожить хоть немного, я передам слово уже, вот это вот это все вот вызывает в системе такие сломы, да, представляешь, Слава, как ты ломаешь систему, да, что тебя начали додосить, как ты задел ее вот основополагающие скажем так моменты, в которые она пытается контролировать всех людей в обществе, что она послала ботов, да, для того, чтобы они не стали считать тебя дурачком, а стали считать тебя опасностью, то есть ты предоставляешь для угрозы системы опасность, и эта система стала, выдвинула систему контраргументов, чтобы ботов не просто в их меропредставлении делать тебя дурачком, но и атаковать тебя, да, вот все это, оно как бы действует под один вселенским законом, да, здесь здравомыслие, оно развивает, оно процветает, оно никогда никого не унижает, оно никогда не приносит кому-то обиду, гореть, злость какую-то, оно приносит только здравомыслие, срадование, сочувствие, то, что нам из рождения дано, как человеком, да, ну не все человеки, ну это понятно, и ладно, передаю слово, короче, уже много говорю. Спасибо.